Добрый день. Шаббат шалом, дорогая община. Шаббат шалом, да. Ну вот и сбылась мечта. Не буду говорить кого, совсем хорошее слово. Сбылась моя мечта. Знаете, есть не так много вещей, которые я очень сильно люблю. Я очень сильно люблю еврейский народ. Так уж получилось. Я очень сильно люблю город Одесса, в которой тоже так получилось. В которой за последний год тоже так получилось. Нам пришлось приехать очень много раз. И сбылась мечта. И в чем же мечта? Мечта в том, что сегодня я таки оказался там, где эти две вещи совмещаются. Я оказался в еврейской мессианской общины города Одесса. Поэтому, слава богу, для меня это огромная радость, огромная честь. Я очень рад вас всех видеть. Вы все, знаете, безумно красивые сегодня. Ваша красота приводит меня в безумство. Просто я, когда смотрю на вас, я невероятно рад. И я рад, что солнце сегодня вышло. Не надо благодарить. Мы просто помолились, чтобы дожди закончились хотя бы на эти выходные. В понедельник мы уезжаем. Дальше мы не гарантируем, что будет. Также я хотел бы представить, помашите рукой, вот со мной ребята приехали. Толик, Аня, Саша. Вот они также служат и будут сегодня и завтра служить вместе с нами на семинаре. Это наши миссионеры, служители команды медийной, которые посвятили себя в жертву живую, святую и угодную для разумного служения. Здравствуйте, Рома. Так. А я говорил, дайте мне в руки что-нибудь. Все, спасибо. Так лучше, да? Спасибо большое. И также я хотел бы поприветствовать одного небезразличного у меня человека. Это моя жена. Она, когда узнала, что есть эфир, она сразу же подключилась и сейчас смотрит вместе с детками эфир. И она вместе с нами. Катя, привет. Я тебя люблю. Спасибо, что ты меня отпустил. Очень жаль, что ты не приехала вместе с нами. Вот. Хотя один мой старший сын здесь со мной. Илья, он сейчас на шабадшколе. Ему очень нравится тоже Одесса. Очень нравится еврейская миссианская община. Ему очень нравится ваша прекрасная семья старших раввинов. Валентина, Татьяна, которые в наше сердце просто захватили. Вот. Разными вещами. Вот. И я вам честно признаюсь, в одной вообще страшной тайне, которая должна вам помочь понять сущность происходящего. Я долго готовился к приезду в общину. Я подбирал рубашку, пиджак, гладил, выбирал разные комбинации, потому что это особенный день для меня был. Поехать в Одессу в миссианскую общину проповедовать. Это не хухры-мухры. И я положил все это дело, значит, в чехольчик специальный. Мне купили вот недавно, там Бог благословил, мы купили хороший такой пиджак, хороший итальянский. Чехольчик я закрыл на кнопочки и повесил на вешалку. И через 200 километров я обнаружил, что у меня нет ни рубашки, ни пиджака. Ну, у нас есть такая традиция, что когда я приезжаю к Валентину в гости, он все время что-то дает мне, то, что я забыл дома. И она остается на мне навсегда. Вот. И сегодня я приобрел очень хорошую такую рубашечку, видите, синенькую, шабатнюю. И пиджачок, который делает меня стройным, смотрите. И на вопрос, худеть или не худеть, не худеть. Все, просто пиджачок одеваем. Вот. Поэтому все. Поэтому, знаете, я даже не знаю, что теперь говорить, потому что как-то все наоборот получилось. Вот. Я приехал, чтобы послужить, но уже мне послужили. Поэтому спасибо вам большое за таких прекрасных служителей, которых вы бережете, заботитесь о них. Я знаю, вы их очень сильно любите. И давайте Богу аплодисменты дадим и скажем спасибо за таких прекрасных раввинов, которые есть у вас. Слава Богу. Спасибо большое. И столько сегодня классных вещей прозвучало. Мне очень понравилось. Знаете, песня была. Бог чудес. Бог творящий чудеса. Потом мы говорили о Шиводе. Шивот будет через неделю, да. И потом говорили о том, как евреи ходили в пустыне. Знаете, не сговариваясь, это все из моей проповеди. Я даже не знаю, стоит ли мне сейчас это говорить, но я скажу, чтобы все это объединить в одно целое. Скажите мне, пожалуйста, кто-то из вас когда-нибудь проходил через вызовы в жизни? Вопрос банальный. Конечно. Мы все проходили. Вы помните эту ситуацию, когда твое лицо, когда твои жилы натянуты как струны. И ты осознаешь, что все твои человеческие возможности, все, что ты мог, все твои силы, все твои знания стоят на исходе. И если ты сделаешь еще маленький шаг, твои жилы лопнут. Это момент величайшего кризиса, проходя через который многие из нас растут. Но также иногда мы делаем шаг назад и говорим, Господи, я не могу. Это моменты, с которыми мы сталкиваемся постоянно в нашей жизни. Это моменты, когда мы осознаем только одно. Нам нужно чудо. Аминь. Кто из вас проходил через такое? Когда ты сталкиваешься с чем-то, что становится нереальным. Когда ты говоришь сам себе, это невозможно. Правда? Знаете что? Наш Бог обожает такие моменты. Он говорит, невозможно? Время для чуда. И все, что Он ждет от нас, что в этот момент мы не сделаем шаг назад. Но мы обратимся к Нему и скажем, Господь, мне нужно чудо. У меня нет больше сил, у меня нет больше знаний, у меня нет больше ресурсов, но я не отступлюсь. Аминь. Итак, мое послание сегодня так и называется. Нам нужно чудо. Также я заметил, что многие из нас часто отступаются, и у нас есть всегда много причин, почему нам не надо что-то делать. Первая причина. У нас не хватает... Скажите мне, чего? Как? Веры? Я попал в очень духовное место. Обычно там, где я живу, первое, у нас не хватает денег. Ну, это связано с верой напрямую. Мы не будем это делать. Почему? У нас не хватает денег. Вторая причина. Когда, ну, есть те счастливчики, у которых есть деньги. Вот. Ну, они попадаются. Но они тоже говорят, я не хочу, я сдаюсь, я отступаюсь назад. И на вопрос, почему? Они говорят, у нас нет людей. Есть самые счастливые люди на планете Земля. Они говорят, слушайте, деньги и люди, это не проблема. Где взять время? Но на самом деле... И, кстати, были одни такие отчаянные ребята во Франции. Они решили сделать больше дней и больше часов. Голову отрубили и всего делов. Робеспьер, его фамилия была. Вот, может, кто-то помнит. Невозможно растянуть время. На самом деле, посмотрев на свою жизнь и на жизнь других людей, я понял, что нам нужно не больше денег. Нам не нужно больше людей. Нам не нужно больше времени. Нам нужно чудо. Аминь. Давайте вспомним историю, которая была с учениками Ишуа. Их называли апостолами, да? Вы помните апостол? Когда мы говорим слово апостол, кого мы представляем? И входит великий апостол... У меня шикарный голос, да? Входит великий апостол, муж веры, Петр. Петр. Та-дам! Как сказал один хороший знакомый мой, епископ, пожилой же. Он говорит, Саша, ты слишком много фильмов смотришь. На самом деле апостолы не были такими апостолами, правда? Вы помните, какими они были? Кто был Петр? Рыбак. Не книжный. Толком читать никто не умел. Там среди апостолов был один шибко умный, но закончил плохо. Апостолы это были, я их называю, знаете, для меня апостолы это вообще команда, вот есть команда мечты, это команда антимечты. Серьезно. Иисус собрал каких-то странных ребят. Рыбаки. Читать толком не умеют. Ему уже, помните, тот самый последний пасхальный седр, который называют Тайная Вечерия, да? Вообще синодальный перевод страшная вещь вообще. Тайная Вечерия. Ну, то есть, что это? Секретный ужин, да? Что за ужин? Пасхальный седр. Буквально перед Пасхой приготовили седр, они там собрались, значит, сели все вместе. Шаббат наступает, вечеря, ужин, все дела. Иисус знает, Ишуа знает, что ему уходить уже. И эти ребята что начинают делать, вы помните, нет? Они спорить начинают. Скажи, кто из нас круче? Говорит, успокойтесь. Нет, Ишуа, ты давай, ты объясни. Кто твой любимый ученик? И помните, что он делает, да? Он показывает им хороший урок. Он становится как раб, моет им ноги и так далее. О чем я говорю сейчас? Что на самом деле это не было командой мечты. И потому, когда ты смотришь на них, становится понятно, почему во время последней молитвы в Гефсиманском саду, когда Ишуа молился так, что его пот был, как капли крови от напряжения молитвы. И он молится о такой странной невыполнимой вещи. Господи, да будут едино, как мы едино. И ты думаешь, неужели это самая большая проблема человечества? Так и да. Он уходил и знал, что вся судьба исполнения его миссии возлагается больше не на него, а на этих 12 смелых ребят, которые до последнего делят власть, которые спят, когда он просит их помолиться вместе с ним, которые ругаются и, самое главное, из которых скоро рубанет шашкой. Он знал, что все висело на волоске. Но давайте еще немножечко отмотаем историю. Вы помните момент, когда Ишуа въезжал на ослики в Иерусалим? Помните? Кто помнит? Читали вы, да, эту историю? Кстати, если что, сегодня, вопреки всем запретам, можно кричать с места, если что. Можно кричать «Аминь! Да!» или «Нет!» или «Пошел вон!» То есть любое, что вы хотите, можете кричать. Поэтому, когда я спрашиваю, можете отвечать «Аминь!» Да, все, супер, спасибо большое. Что это значит? А, да, да, да. А у меня обратный отчет идет, между прочим. Хорошо. Итак, помните момент, когда Ишуа въезжал на ослики в Иерусалим? Помните? Он въезжает. И это был пик его служения. Что произошло в тот момент, кто помнит? Ему кидали пальмовые ветви и кричали «Асана!» Помните? Что это означает? Это означает, что служение Ишуа достигло высшего уровня в Израиле. Потому что его публично при въезде в Иерусалим признали и огласили мессией. Вы понимаете, что происходило в тот момент? Люди сделали символично то, что они сделали бы для спасителя Израиля. Его служение достигло славы. И знаете, в тот момент апостолы, когда шли рядом с ним, они говорили «Ну, наконец-то!» Вот эти годы наших мучений, все, что мы бросили, все, что мы оставили, наконец-то придет воздаяние. Я думаю, что Петр шел, закрывая глаза, и он уже видел, как Ишуа сидит на троне. И он сидит рядом с ним, конечно же. Может быть, министр финансов. Может быть, и еще покруче что-то даже. Я не знаю, какой-то секретный советник. Они входили в Иерусалим и думали «Наконец-то свершилось!» И потом вдруг что-то идет не так. Что-то идет не так. Почему-то Ишуа поймали. Почему-то над ним издеваются. Почему-то преследуют учеников. И в один день изменяется все. И пик служения превращается в самый низ. Снова приходит разочарование. Снова вызов. Они издалека стояли и смотрели на крест и ждали, когда же этот момент случится. Когда царь, сын Божий, сойдет со креста и покажет всем, кто здесь прав. И знаете что? Ничего не происходит. Он умирает. Я прямо вижу этот звук. Пум! Он умер. Разбитые мечты. Уничтоженные надежды. Иногда мы Библию читаем, и нам кажется это все каким-то неинтересным. Ты читаешь просто как истории. Но представьте себя там на минуту. Три года жизни. Подъем служения. Признание на уровне государства. И потом разбитые мечты. Знаете, я вижу, что они стояли. Они, мне кажется, просто как люди после авиакатастрофы. Стояли и не знали, что им делать. Одни пошли ловить рыбу, другие пошли в Имаус, третьи еще куда-то. Что-то начало происходить. Они сидели в тихом шоке от того, что произошло. Но здесь вновь загорается лучик надежды. Что происходит? Звучит негромкий голос. Он воскрес! И вдруг снова поднимается надежда. И у них снова загораются глаза. И он является им и говорит, ребята, я здесь, я живой. И они думают, вау! Это даже не то, чтобы просто с Иисусом зайти, знаете? Это же воскресший Сын Божий. Вот теперь держись, Каиафа. Вот мы тебе накатаем теперь. Это же не просто учитель странствующий. Это воскресший человек. Вот теперь придет Царство Божие на землю. И он является к ним, и учит их, и рассказывает им. И потом приходит день Икс, я его называю. Они выходят в чисто поле, идут, общаются. И вдруг Иисус, написанно, на облаке возносится и делает им ручкой. И он не просто уходит. А вы помните, что это те же самые апостолы, да? Та же самая команда от им мечты. Это не какие-то супергерои. Это не те, кто были обличены силой. Это не те смелые, бравые парни, которые полмира потом захватили для Христа. Нет. Это те, которые буквально недавно не знали, что дальше им делать в жизни. И они смотрят на него. И он не просто уходит. Смотрите, что он им сказал. Давайте откроем. Евангелие от Марка, 16 глава. 15 стих. Вы все знаете, что это. Великое поручение Иисуса Христа. Давайте прочитаем. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Представляете? 11 человек стоит. Они только обрадовались, что он вернулся. Они только начали строить планы и надежды, что наконец-то они пойдут за ним. И весь Израиль будет спасен. Но он снова уходит. И мало того, что он уходит, он оставляет им поручение. Скажите, кто из вас слышал, как Бог говорит вам когда-нибудь? Вы слышали когда-то? Скажите мне, когда Господь вам что-то проговорил, вы можете не сделать это? Не, ну гипотетически да. Но это тяжело, правда? Когда ты знаешь, что Бог тебе проговорил. А ведь это же Ишуа. Это Сын Божий, воскресший святой. И он обращается к тебе и говорит, я ухожу, а ты иди по всему миру и проповедуй Евангелие всей твари, чтобы все спаслись. Знаете, почему великое поручение называется великим? Это не просто потому, что великое, типа, эгэй. Великое поручение, потому что оно невыполнимое. Огромное поручение. Нереально большое поручение, которое невозможно выполнить одиннадцати людям. И мало того, что Ишуа возносится и уходит, он оставляет им поручение, которое они физически выполнить не могут. И когда он возносится, помните, написано, что они стояли и смотрели на него. Вот так. И я прямо могу прочитать три слова вот здесь вот. Нам нужно чудо. Они так зависли в этой паузе, что написано, ангел им сказал, эй, мужик, галилейский, эй, кто смотрите? Ушел. Все. В бой. И потом мы задаемся вопросом, как так получилось, что они все единодушно оказались вместе в верхней горнице в Иерусалиме и молились. Знаете что? Когда приходит такое задание от Бога к тебе, тебя не надо мотивировать к молитве. Тебя не надо заставлять быть единым с кем-то. Ты сам бежишь и встаешь на колени. Потому что тебе нужно чудо. Они боялись выходить из горницы. Они были преследуемы в тот момент. Они не имели ни сил, ни знаний, ни технологий, чтобы исполнить то, что сказал им сделать Ишуа. Они оказались перед моментом, когда кроме чуда им ничего и никто не может помочь. Скажи аминь. Нету других вариантов. Не могут 11 необразованных людей пойти и проповедовать Евангелие по всему миру. Они вновь остались сами по себе. Он снова ушел. Единственное, что он сказал им, идите и ждите в Иерусалиме. И они ждали его. И наступает тот самый день. И мне понравилось, как сказал рэбэ Валентин. Они же не знали, что этот день наступит. Иногда мы Библию читаем, и мы же говорим, ну там же все просто. Смотри, через страницу Давид стал царем. И однажды такой был вопрос. Скажи, пожалуйста, ну вот пример Давида приводит, что он смиренный был. Да, и Саулов, когда тот зашел по нужде в пещеру, он не убил. И все такие говорят, ну это ж понятно, он же на следующей странице царь. Но он-то не знал, что он через страницу царь. Или я спросил, а почему день Пятидесятницы называется День Пятидесятницы? И мне говорят, потому что Дух Святой зашел. Я говорю, а что, кто-то сдал, что он в пятидесятый день придет, что ли? Нет, просто нашел, был вот тридцать девятый, потом сороковой, потом там сорок девятый, вот день номер пятьдесят настал. Никто ничего не знает. Они в трансе, в шоке, они молятся без конца, почему ничего больше им не остается? Почему ты остался перед выбором жизненным? Ишуа ушел воскресший, оставил тебе поручение, надо ждать в Иерусалиме. Все, ты больше ничего не знаешь. Все, что тебе нужно, это чудо от Бога. И смотрите, происходит следующее. И этот день наступил. День, который достоин самых эпических съемок лучших киностудий мира. Я могу представить, если закрыть глаза, как это было. При наступлении Дня Пятидесятницы, они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного лета. И знаете что? В один момент все изменилось. Пришел Бог. То, что было невозможным, вдруг стало возможным. То, что было нереальным, вдруг стало нормальным. То, на что они не были способны, вдруг стало допустимым. И они вышли на улицы Иерусалима, и продолжая молиться, начали провозглашать Слово Божье о спасении. Скажите мне, разве физически что-то в них изменилось? Разве это стали другие люди? Разве у них появились какие-то сверхспособности, там, паутина из руки, там, или молнии из глаз? Нет, это были те же самые люди. Та же самая команда слабых учеников, которые самое сильное было то, что они оказались верными своему Господину. И пришел Бог, и изменилось все. И написано, несколько тысяч человек присоединилось в тот день в церкви. Несколько тысяч человек приняли то, что не принимали до этого годами. Что изменилось? Пришел Бог. Самое сильное для нас, что есть в этой истории, что в момент кризиса и вызова нам не нужно сдаваться. Разве не могли ученики плюнуть на все и уйти? Скажите. Легко. Представь, ты сначала шел в Иерусалим, чтобы трон занять. Твоего господина, значит, поймали, убили. Он вместо того, чтобы сойти с креста, взял и умер. Одно разочарование. Потом взял воскрес. Но ушел опять. Другое разочарование. И, уходя, еще попросил тебя сделать то, что сделать невозможно. У тебя что, нет морального права плюнуть на эту церковь? Я говорю, слушайте, да я в другую пойду религиозную организацию, где попроще немножко все. У вас какая-то странная здесь секта вот эта. Что-то все невозможно. Как-то вызовы слишком большие. Они могли это сделать. Они имели на это право. И знаете что, я уверен, что если бы они вернулись к священникам, те бы их встретили аплодисментами и сказали, добро пожаловать домой. Наконец-то вы за голову взялись, безумцы. Самая сильная вещь, которую сделали апостолы. В момент кризиса и вызова они встали на колени. Они начали молиться так, как никогда не молились. Они начали взывать Богу так, как никогда не взывали. И они дождались, оставшись верными, ответа с небес. И произошло Божье чудо. Произошло невозможное. Люди начали повально принимать Господом и Спасителем, Ешуа Амашиях, который до этого был распят как преступник. Следующая история. Исход. Сегодня звучало уже о пустыне, мы говорили про исход немного. У меня к вам вопрос есть. Может быть, кто-то мне даст ответ. Вот мой сын, он ушел, он специалист в этом деле, он смотрит постоянно шоу про выживание. Вы знаете, да, сейчас популярно выжить любой ценой, выжить там в пустыне, выжить еще. Скажите мне, пожалуйста, можно ли жить в пустыне? Нет. Нет. Выживать можно, жить там нельзя. Можно жить в оазисе, можно жить еще где-то. В пустыне, как таковой в пустыне, жить нельзя. Пустыня. Пустыня – это не место роз. Пустыня – это не место прекрасных песен, как мы смотрим в кино. Пустыня. Если кто-то хочет, запишите себе, если кто-то сомневается еще. Пустыня – это место смерти, где нормальный человек жить не может. Один, два, три. Сколько было тысяч? Шестьсот. Шестьсот три тысячи человек жило в пустыне в течение сорока лет. Мужчин. Ну, то есть, около миллиона, да, давайте ориентироваться. Два-три. Давайте представим. Сколько в Одессе населения? Один миллион. Давайте представим себе три Одессы, перенесенные в пустыню, где нет ни воды, где палящее солнце, место смерти и жить там. Как вам такой расклад? Это же бред. И мы иногда думаем, что те евреи, которые вышли из Египта, начали роптать, они какие-то странные. Что они ропчут-то? Там же Господь! Слушайте, мы недавно прилетели в Египет с женой. Как только мы вышли за пределы отеля, я говорю, Кать, как тебе место? Он говорит, никогда в жизни. Я говорю, давай представим, что мы с маленькими детьми еще и в пустыне. Он говорит, это безумие. И теперь представьте, евреи ушли из цивилизации, вышли из цивилизации того времени. Ну да, там в рабстве они были, но это все равно не то. Они вышли из цивилизации, вошли вместо смерти целой толпой в три миллиона. И Моисей говорит, тадам! Мы свободны! Он говорит, слышишь, Моше, ты поставь нас обратно. Куда ты нас привел? Что за кидалово? Это что, обитованная земля? Ты что, издеваешься над нами? Каждый раз, когда они роптали, это было оправдано. Хорошо? Почему я это говорю? Потому что иногда мы думаем, что мы лучше, чем те евреи. Поверьте мне, дорогие друзья, если бы вы оказались там, вы бы были первые, кто камнем кидал в Моисея. Почему? Мы вообще жертвы комфорта. Мы без кондиционера в машине уже жить не можем. Они были такие же люди, как и мы. Абсолютно такие же. И когда они начали роптать, это было нормально, потому что они оказались в месте смерти. И знаете, чтобы жить в пустыне, чтобы выжить в пустыне несколько дней, есть целые школы, курсы, целые передачи про это снимают. Почему? Потому что ты не можешь там жить. Это место, где ты умрешь, если помощь не придет или ты не выйдешь к помощи. И теперь очень интересный момент. Каждый раз, когда ситуация казалась неразрешимой, каждый раз, когда жилы Моисея натягивались, он делал одно правильное решение каждый раз. Какое решение, скажите? Он шел к Богу. Он сделал то же, что делали апостолы. Он был в таком шоке, что он сразу бежал к Богу. И это была его самая сильная черта. А вторая самая сильная черта, знаете, какая? Получив от Бога стратегию, он всегда ее применял. И давайте теперь подумаем, что за стратегия была. Если сейчас задать какому-то специалисту вопрос, скажи, пожалуйста, как выжить в пустыне? Прозвучит целая школа, да? Там курсы какие-то, там еще что-то. Значит, представляем ту ситуацию. Представили, да, пустыня. Вот здесь жарковато, сейчас нормально. Пустыня, только еще в 6 раз жарче. 2-3 миллиона человек орущих, дети маленькие. Манна еще не падает. Только смыло этих товарищей египтян, значит, только что. Все в шоке, говорят, что делать, ааа, куда ты нас привел? И Моисей говорит, стоп. У него было такое, знаете, как, заморозить время. Пум, сейчас я вернусь. Он уходит к Богу, начинает молиться и приходит с отличным решением. Итак, вы готовы? Революционная формула выживания в пустыне. Готовы, да? Можете продать ее за миллион долларов потом. Итак, как выжить в пустыне? Исход 13 глава, 21 стих. Чтобы 2-3 миллионам человек выжить в пустыне, нужно, внимание, идти за облаком. И потом вот эти, кто там бастовали все время, встань у них, они говорят, ну вообще, дед лишился головы конкретно. Не можно ж ты выжить в пустыне, идя за облаком. Это невозможно. Знаете что, я уверен, что кто-то погиб. Ну, об этом не написано, но наверняка. Когда они в очередной раз за облаком пошли, это же надо собрать, все пойти. Кто-то сказал, слушайте, я с этими сумасшедшими не буду бродить больше. Я пойду отдельно по своим делам, потому что все. И они наверняка погибли. Потому что чудо Божье совсем не такое, каким мы его представляем. Они говорят, что мы будем кушать? Хлеб с небес. Следующий пункт, как выжить в пустыне? Выходи утром и забирай манну. Не получится. Почему? Это было чудо. Следующий пункт, нужна вода. Что делать? Палкой в скалу ударить. Что? Как? Почему? Но это происходило каждый раз. Каждый раз, когда они оказывались перед вызовом нового кризиса. Моисей шел к Богу. Господь говорил ему. Он делал это. И приходило Божье чудо. Каждый раз, когда мы оказываемся перед лицом кризиса, нам не нужно пытаться собрать больше ресурсов. Нам не нужно пытаться сразу же что-то там делать или составлять. Нам нужно идти и молиться так, как мы никогда еще не молились. И нам нужно набраться силы, и нам нужно набраться рвения, чтобы исполнить все, что мы услышим в молитве. Потому что то, что мы услышим, может абсолютно противоречить тому, что мы думаем. Давайте еще некоторые истории вспомним о Божьих чудесах. Помните, такой город был Ерехон? Помните? Какой толщины были стены? Книжники есть среди нас? Там что-то полтора километра, да? А? Стена Ерехона. Ширина. Нет, ширина стены. По ней скакало одновременно несколько колесниц. Ну, не восемь. Ну, хорошо, пускай восемь. Ладно, тоже не тонкая. Восемь метров, да, вот отсюда и до туда. Значит, приходят евреи победить Ерехон, да? Надо взять Ерехон. Город взять невозможно. И снова они получают уникальную стратегию от Бога. Какую? Берем Рому, даем ему дудку. С ним еще несколько сестер. Пусть ходят вокруг стен толщиной восемь метров и дудят и орут. Знаете, люди, когда в Ерехоне, они сидели, они просто на мобильнике снимали сразу вообще. В перископе сразу, прямая трансляция. Смотрите на безумных евреев. Они хотят нас запугать. И там такая бригада, такая этих. А теперь представьте шок, когда через семь дней после громкого крика стены рухнули вовнутрь. Это чудо! Давайте еще одну стратегию. Давида помните? Царь Давид. Тоже еврей, между прочим, был. Кстати, самое большое чудо, то, что 3 миллиона евреев выжило в пустыне. Это же не просто были славяне или украинцы или русские. Нет. Это 3 миллиона евреев. Это же вообще, я бы взорвался, мне кажется, там сразу. Давид, помните? В чем была особенность Давида, кто знает? Давид не проиграл ни одной войны за всю свою жизнь. Ни одной войны. И давайте представим сходку таких военных стратегов человечества. Ну, пришел там кто, кого знать, Александр Македонский, например, пришел, Наполеон, там еще кто-то. И они сидят и делятся своими стратегиями. Как, значит, было дело? Один говорит, мы клином шли, и клином идешь и захватываешь. Второй говорит, а я, значит, стратегию применил, я сзади заходил, там разбивал все и все. Говорят, Давид, вот ты не проиграл ни одной войны, поделись стратегией военной своей, лихой. И он говорит, братья-мужи, дело было так. Так, идет на нас миллион, там, кого-то там. Мы садимся под деревьями, под кустами и прячемся. Батьки, да, да, и что дальше? Ну-ка, ну-ка. А дальше мы ждем, пока ветер подует по верхушкам кустов. Так, и что? И в бой! И что? И побеждаем! Мама дорогая, если кто-то применит эту стратегию, ничего не получится. Но это Божьи чудеса! Аминь! Это Бог действует! А Гедеона помните, нет? Сейчас у Сергея из проповедь называется «Чудесный Бог» или что-то «Бог чудесный». Как называется? Я не помню. Он сейчас ее везде проповедует. Про Гедеона. Я вот вам много историй рассказал. Он одну про Гедеона рассказывает так, что все лежат на полу потом. Он говорит, вообще страшное дело. Гедеон. Прятался. Там написано, он прятался и там по этому шкуру чистил. Как бы, типа, ты на войну идешь? Не-не, я занят. Я здесь. И к нему приходит ангел и говорит, муж сильный. И он ам-а-а-а. И значит, представьте, самое большое чудо, он собрал 300 тысяч человек. Со всего Израиля пришли к этому товарищу, который прятался. Но Бог говорит, не, много, говорит. Надо просеять. Выбери тех, кто лакать будет. Вы много людей знаете, которые лакают? То есть, выбери вообще, ну, таких вот. Не важно. А он говорит, какие должны быть, здоровые там уже. Не-не, не важно. Просто выбери тех, которые лакают. Ну, их осталось там пару сотен человек таких, знаешь, 300 лакающих с руки. И он говорит, ребята, сейчас будем брать, говорит, вот ту араву там стотысячную. Первая, говорит, мы их окружим, возьмем в кольцо. Представляете, 300 человек сто тысяч. В кольцо возьмут. А потом, говорит, вот тебе свечка. Вот тебе горшочек. Очень важно поставить свечку в горшочек. И последнее важное условие. Возьмите дудки, говорит. Дудки возьмите. И, говорит, потом идем, говорит, горшочки разбиваем. И вот это мне нравится. Вы посмотрите, пробуйте, Сергей, очень классно. Он говорит, ты представьте, говорит, как вот еврейское лицо вот это, да, странного человека, который лакает ночью, и снизу свет вот так идет. Представляете? Ну, понятно, мы один дяди проснулись, поубивали друг друга сразу. Они думали, восстание зомби началось, наверное, или что-то там. Но это чудо. Аминь. Нам нужно чудо. У них получилось. Все эти истории в Библии вдохновляют нас не рассчитывать на собственную логику, не рассчитывать на собственные ресурсы. Нам нужно рассчитывать на Божье чудо в нашей жизни. И когда мы стоим перед лицом кризиса, нам нужно осознавать, что нам нужно чудо. Нам нужно изменение мышления. Нам нужно не больше денег, не больше людей, не больше времени. Нам нужно идти к Богу и молиться так, как мы никогда не молились. И делать все, о чем Он нам говорит. И последний пример, который я хочу привести, и потом мы помолимся об этом. Это птенцы в гнезде. Вот представьте, что мы как птенцы в гнезде. Птенцы в гнезде, и у нас есть папа-птиц. У вас есть папа-птиц? И обычно папа-птиц, когда летает куда-то молиться, он потом прилетает с какими-то странными идеями. И вот представьте, папа-птиц прилетает и говорит, а давайте снимем там оперный театр, и сделаем там евангелизацию для евреев. Да? Ну то есть, странные вещи вообще может предложить папа-птиц. И вот он прилетает, представьте, вот вы птенец, вы сидите в гнезде, летать еще не научились, но уже очень умные стали. Очень умные стали. И папа-птиц вам говорит, значит, ребята, план такой, нам нужно вот в ту рощу, в ту рощу провести там евангелизационное служение для скворцов. Но вы же умный птенец, вы говорите, конечно, мы послушные, да. Сейчас, секунду, мы план составим. И птенцы собираются, начинают составлять план. Поскольку летать мы не умеем, нам нужно спуститься по дереву, пройти через полянку, чтобы нас не съела лиса, перепрыгнуть через ручей вброд, забраться в соседние рощи на дерево, провести, значит, служение, и вернуться обратно, тем же самым путем. Они приходят к нему и говорят, ты знаешь, мы тебя очень уважаем, мы хотим быть тебе послушными, но то, что ты говоришь, невозможно. Он говорит, да? Да. Смотрите, кто это? Они смотрят, он из гнезда. Полетели. Это невозможно, если ты будешь ползать. Но Господь дал нам крылья веры, чтобы мы летали. Нам нужно перестать служить своей плотью и логикой. Нам нужно перестать смотреть на все, только из расчета собственных ресурсов. Нам нужно перестать жить так, как будто у нас нет Бога. Нам нужно чудо. Нам нужно чудо, которое уже есть у нас. И в конце я хотел бы ободрить вас местным из Писания пророка Исаии. В 40 главе 31 стихом написано, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. У тебя уже есть крылья. У тебя уже есть все, чтобы Божье чудо пришло в твою жизнь. Перестань смотреть только на себя. Перестань надеяться только на себя. Перестань принимать решения, только исходя из своих возможностей. У тебя есть всемогущий Бог, который может сделать чудо в твоей жизни. Давайте встанем и помолимся об этом. Господь, мы приходим к Тебе, и мы просим, прости нас, Боже, что так часто мы делаем шаг назад и не принимаем этих решений двигаться вперед, глядя только на свои силы. Мы молимся Тебе и просим сделать чудо в нашей жизни перед вызовом больших, серьезных обстоятельств, перед теми угрозами, которые стоят перед нами, перед нехваткой финансов, людей и времени. Мы знаем, что Ты Бог, отвечающий на молитву, Бог, который вывел народ израильский из Египта, Бог, который сделал чудеса и знамения. Бог, который спасал и спасает нас. Бог, который есть Бог чудес. И мы обращаемся к Тебе, Господь, и принимаем решение с этого дня жить, ожидая от Тебя. Прими решение с этого дня молиться так, как ты никогда не молился, исполнять Его слова, как никогда не исполнял, и ожидать Божьего чуда в своей жизни. Во имя Иисуса пишем Ишуа и давайте все вместе скажем Аминь, Аминь. Слава Богу. Аминь, 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 Аминь. Продолжение следует...